5 марта. Воскресенье. Благоприятный день для судебных процессов. Гонданта. Дизайн человека дает такой посыл. Предусмотрительность. Учитывайте возможные помехи в осуществлении планов. Описывайте ход ваших мыслей другим, и тогда все сомнения будут сглажены. Используйте нейрографику. Преодоление себя. Внутренняя борьба требует настойчивости и решительности. Вам нужны стойкие внутренние принципы, чтобы преодолеть неразбериху и понять, как жить дальше. Вы можете справиться с бурей эмоций, когда усмирите свои импульсивные наклонности. Доброта. Осознавать, что у всех есть сильные и слабые стороны, и прекрасное осознание того, что не все разделяют вашу точку зрения, и вас это не выводит из себя. Развивая материальный успех, руководствуйтесь стратегией. В целом, транзит ментального манифестора, поиск рассказчика или странника, случайного прохожего, который поможет вам советом, как воплотить внезапные озарения в жизнь. Шанс получить важный ответ на вопрос. Если вы работаете над собой, такой человек появится сам, и вам не нужно будет дополнительно что-то делать, чтобы его найти. Движимые переменами, отслеживайте, довольствуетесь ли вы тем, что имеете сейчас. Иначе эмоциональный голод на впечатление так и останется неудовлетворенным. Любите себя и не бойтесь проявляться. Проявляйте любовь и заботу к себе, а потом к другим. Будьте инициативным. В питании приветствуется сдержанность, не переедайте. Тело пассивное, плюс гонданта. И это воскресенье, день солнца. Лучше всего гармонизирует солнце, ранний подъем до 6 утра или до восхода солнца. И солнышко встает уже в 7.13 по Москве. Также очень хорошо встречать рассвет. Кто рано встает, тому Бог дает. И мы принимаем самые благоприятные солнечные энергии именно на рассвете. Благоприятно делать практику сурья намаскар, приветствия солнцу. Это гармонизирует жизненную энергию прану и стабилизирует огонь в теле. Хорошо делать пожертвования в храмы. Гулять, напитываться солнечным светом, прощать и благодарить, делать техники прощения. И я напомню каждый раз по воскресеньям, что это день отца, и поэтому очень хорошо начать технику именно с папы, потому что если нет уважения к отцу, закрывается солнечный аспект жизни. Можно каждый день прописывать, папа, прости меня, я тебя прощаю, я тебя благодарю. И можно делать эту практику на любого человека, начинать лучше всего с папы, потом перейти на маму и делать это по понедельникам, а потом на любого человека, если у вас есть какая-то внутренняя обида. Важно желать счастья всем живым существам, культивировать тебе все, что связано с радостью и хотеть отдавать это дальше, распространять этот внутренний свет. Важно избавиться от гордости, надменности, импульсивности, язвительности, враждебном настрое, высокомерии, неуважении, эгоизме, длительном гневе и недоверии жизни. Воскресенье заниматься благоприятно планированием деятельности на ближайшую неделю, потому что во многих странах именно с воскресенья начинаются недели. Хорошо заниматься внутренним самопознанием и практиками по работе с родом, посещать храмы и священные места. И мы стремимся к самым позитивным энергиям солнца. Это ответственность за себя и окружающих, великодушие, благородство, щедрость и энтузиазм, лидерские качества, ясное видение, уважительное отношение, уверенность в себе, пунктуальность, соблюдение режима дня. При этом у нас 13 лунные сутки, которые отвечают за интуицию. Ответы на вопросы и информация усваивается легко. Хороший день для целительства и омолаживающих практик. У этого дня много символов, колесо, прялка, змея, кусающая свой хвост. И мы движимы надеждой. Это день накопления информации, коррекции прошлого и работы с кармой. Астрологи полагают, что в этот день усиливается процесс протекания жизненной энергии праны, что подчеркивается влиянием солнца. Происходит энергетическая подзарядка, как будто вас вставили в розетку 220 вольт. Если вы верно следовали лунным ритмам, то получите дополнительные силы. День связан с сансарой. Это символ бесконечного круга, цикличности. Поэтому не удивляйтесь, если испытаете ощущение дежавю. Отнеситесь к этому без раздражения и вздохов. Очень важно понять свои ошибки и, наконец, их исправить. Это самый благоприятный день для очистки кармы и распутывания внутренних противоречий. Очень хороший день, чтобы собраться вместе, при этом неважно с кем. Это могут быть бывшие одноклассники, одногруппники, лучшие подруги или вообще субботник. Любые мирные сборища будут благоприятны, а коллективная работа принесет ощутимую пользу. А еще в этот день можно взять книгу, потому что все сложные и казавшиеся скучными ранее источники информации сегодня вдруг станут внезапно понятными и легко запомнятся. Если вы начнете изучение иностранных языков именно в этот день, то можете продвинуться очень хорошо и быстро. И пару слов хочется сказать про Гонданту. Луна находится в раке, переходит во льва, и это перемещение из водного знака в огненный. Такое положение называется Гонданта. И внутренне это может ощущаться, как будто резко что-то меняется, как будто котел какой-то рванул. Это очень отражается на нашем психоэмоциональном состоянии. Но если мы гармоничная личность, то мы этого можем даже не заметить. У большинства людей это может поражаться как какое-то несварение, может быть головная боль, может быть непринятие какой-то информации. Но в целом мы стремимся к гармонии, мы можем получать какие-то ответы, которые ранее нам были непонятны. В первой половине дня Луна находится во шлеше и она говорит про то, что нужно строго соблюдать какие-то инструкции, правила, инстанции, хороша для работы с документами, с ядами. Везде нужна какая-то точная дозировка, чтобы не перепутать. Потому что, например, есть такая рыбка японская, и если ее приготовить правильно, то получится хорошее блюдо. Если ее приготовить неправильно, то человека можно убить, потому что эта рыбка будет испускать яд. Был такой фильм «Заживо погребенный», на основании которого, в принципе, и вся эта история была составлена. Благоприятно заниматься йогой, какие-то кратковременные, краткосрочные действия. Неблагоприятно для деятельности в коммерческой сфере, а также занимать деньги и предоставлять суду. Когда Луна находится во шлеше, это дает очень сильную интуицию и вам, и окружающим людям. Поэтому вы никогда не блокируете внутренний позыв, что именно вам говорит тело. Потому что тело будет сразу говорить «Да, я хочу общаться с этим человеком, а с этим не хочу». И к этому нужно прислушиваться, не заставлять себя идти против своего, например, режима дня или против каких-то своих принципов, если внутреннее будет чувство, что прям подкатывает горло какой-то комок желчи. Соответственно, очень важно стараться в этот день ни с кем не поссориться и как бы поменьше контактировать. И эта энергия уже выходит как бы за границы нашего понимания и достаточно сложно в материальном мире ей проявиться. Это говорит и об определенных эзотерических знаниях, значениях, общения с другими мирами, вплоть до каких-то вещах, снов, например. И будьте особенно внимательны, не переедайте и верьте обострившейся в этот день интуиции. Вечером Луна переходит в созвездие Макха, которое благоприятно для каких-то публичных выступлений. Если у вас планируется спич или какой-то праздник, это тоже хорошо. Быть оратором или изучать ораторское мастерство, но лучше, конечно, проявлять себя как-то уже вечером. Заниматься музыкой, актерскому ремеслу именно выступления на публике, на сцене. Благоприятное изучение и исследование генеалогического древа. Тут у нас это коррелируется с тем, что у нас день солнца. Изучение древних знаний, приобретение нового имени, повышение качества чего-либо, собственности, квалификации, образования, осуществление карьерной стратегии или продвижения по службе. Ну, например, можно предположить, что вечером может быть собрание акционеров, и люди будут думать, кто какое место займет. Урегулирование споров и конфликтов. Если вы накосячите в первой половине дня, во второй половине дня вы сможете это исправить. Приобретение благосклонности людей, облеченных властью. Преподнесение особенного изысканного подарка. Этот день действительно очень подходит для того, чтобы дарить подарки, особенно для тех, кому именно нравится это делать. Нравится отдавать, нравится видеть радость, нравится, когда кто-то разворачивает то, что вы подарили. И люди это действительно ценят. Религиозная деятельность, особенно поклонение предкам, это у нас встречается дважды. Хорошо посетить своих родственников, подарить им драгоценное время. Хороший день для того, чтобы заявить о своей власти подчиненным, проверить, кто как работает, может быть, кому-то дать втык. И добивайтесь поставленных целей во что бы то ни стало, особенно если вы родились 1, 3, 9, 10, 12, 18 или 21 числа. Тут мы подключаем нумерологию. Благоприятные сделки с недвижимостью. В этот день ожидаются кармические встречи со старыми друзьями или личностями, с которыми вы были знакомы в прошлых жизнях. День концентрации на самореализации через трудный путь от удовольствий и развлечений. Контрольный день для отработки и заработка кармы. Это не тот день, когда нужно отдыхать и релаксировать. И настрой на день. Я расстаюсь со своей озабоченностью и неуверенностью в будущем. Я расстаюсь со всеми обидами, которые нанесли мне другие. Мои чувства свободны, но уравновешены. Я усваиваю уроки прошлого и расстаюсь с этим прошлым. Я ощущаю божественный свет, окружающий меня любовью. Я освобождаюсь от потребности быть в центре внимания. Я освобождаюсь от гордыни и эгоцентризма. Я осознаю свое достоинство и уверен в своих силах. Я знаю, что заслуживаю уважения и любви. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас как обычно в радости, легкости и великолепии. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться, написать комментарий, как у вас прошел день. И я прощаюсь с вами до завтра.